всем привет меня зовут сергей более известен под ником the line is являюсь регуляром nl 200 и nl 500 но по большей части nl 200 500 включил недавно изолей тик это мой первый покерный вот для портала пекарстаз будем играть сегодня на покер ок лимиты nl 100 пока что нас три стола скоро подъедет но мы найдем еще один столик сухой борт явно против какого-то любителя можно принципе 50 процентов но можно и трейд сыграть и дальше уже раздуем банк все-таки мы без позиции нам не очень комфортно играть оба роль не самая приятная карта в принципе у меня максим еще одна улица вы любы то есть можно сыграть против любителей еще одну треть можно через чек не больше приятнее играть через через чек лучше контролировать ривер и не создать все проблемы в виде школа так здесь у нас думаю напрашивается овербайт 100 пары топки киром здесь у нас где-то пол потика я думаю пролезет в принципе можно и поменьше поставить мы без позиции он заколил по королю это у нас чек отлично так а также хочу отметить что основной темой этого покер вода будут ситуации которых мы можем так или иначе фолдить чуть раньше чем может показаться на первый взгляд таких ситуаций на самом деле очень много они есть как сингл рейс плотах так и в 3-бет потах для чего уж где-ка то идти в 4-бет потах основная логика заключается в том что мы делаем какой-то слабо слабо минусовый фолд на флопе но при этом не создаем себе какую-то тяжелую ситуацию на тернии ривере плюс ко всему есть такие аспекты как например соперник очень очень агрессивный и просто-напросто будет постоянно рушить на реализа реализацию в конечном итоге будут приводить к таким ситуациям что мы калируем флот калируем черт и очень часто сдаемся по риверу просто-напросто в итоге мы теряем свою его мы создаем очень неприятную ситуацию ошибки на ривере гораздо дороже чем на флопе красная летит куда-то в бездну со всеми прочими вытекающими вот постараемся отметить таки такого рода раздача чтобы вы в дальнейшем если не напрямую пользовались на на постоянке то как минимум обратили на это внимание и возможно каких-то ситуациях были более аккуратны со своими коллами и просто-напросто так скажем решали свои проблемы на одну а может даже и на две улицы раньше по меткам я особо покерок не играю поэтому я здесь просто напросто фоном раскидал метки кто мультитейблит и так далее поэтому в принципе мне никакой информации на оппонентов нет вообще не носок ничего этот столик не очень интересно теперь раньше когда я последний раз играл на покерок можно было уходить хотя бы стал ты сейчас и по всему уже отменили эту функцию поэтому будем пользоваться основу тгс мин стол возможно нам что-то поинтереснее дадут к слову должен сказать что хоть у меня очень неплохой винрейт в данный момент времени я не стартую столы практически никогда самостоятельно то есть я все таки занимаюсь вам хантом крайне редко играю под окно так что у нас здесь опасный борт то есть в принципе мы можем здесь поставить компенс валет 9 но не обязательно думаю таких позициях целом рука которая спокойно будет отваливаться на был чек интересно у нас здесь есть счет но есть нужно использовать линейный сайдинг для всего нашего диапазона а при этом мы можем выбить какую-то доминацию элементарно по дамы икс к икс рукам которые соперник не стал блефовать в нас а лет 7 я не думаю что здесь стоит открываться такой очень-очень пограничной рукой так все у нас интересный момент здесь у нас тоже такой это несет так пока у нас экшена нету я пожалуй выйду из очередей перед стартом просто быстрее набрать столы дома 8 наверное меньше рейковой среде я бы мог подкали такую руку на такой вкусный сайзинг но здесь думаю это не совсем хорошее решение это просто рейк миссии зачем это нужно спасибо но будь рейк пониже можно было бы в принципе подкалить и попадаться и с этой рукой 6 но это управец естественно 7 3 боба он вот эта метка у нас помечен что это не талант но судьбу чем метка ошибочно наверно его можно переквалифицировать пока что в регуляра то что нет ребят низкий на 70 рук от ничего не говорит 9 4 открывать тогда по меткам синие это регуляры фиолетовые не то ни сё просто непонятно то есть в любой момент их метка может замениться на какой-то другой цвет зелененькие это рекреационные игроки которых я вроде как плюс-минус уверен туз король дама принципе хороший вот чтобы поставить сразу крупно но я такую стратегию не использую поэтому буду играть линейный за линейный сайзинг здесь думаю можно ставить в принципе весь диапазон не будет ошибкой числе и двойки как раз защититься то есть если мы берем весь диапазон пакета думаю двойки первая рука которую очень часто хочет здесь ставить а о пятерке у нас в принципе может образовываться овербет вопрос хочу ли есть двойки превращать в блеф но в какой-то чистоте они могут здесь блефовать достаточно хорошие чтобы поблифовать плюс мою дуну уже будем здесь как раз таки выбивать дамы короли думаю да можно но уже не буду даблифовывать ривер попытаться убить это его дамы x-король x-рурки ох сейчас бы ох сейчас было бы красиво но это фолд более понятно открываемся так мы здесь на у тг думаю можно нажать кнопку сменить стол можно учить интересно еще подкинет десятки понятное дело это трибет 657 она у него стоит короткий если стоит короткий то в принципе они поменьше можно она что поменьше на регулярном они так закупки соль по всему наблюдаем пока не с не буду сразу эту снимать с него интересно интересно а у оппонент явно ивный в принципе можно можем сыграть пол конечно а тяжеловато будет играть и стеках чек уже любопытное действие на десятками у меня тоже нет пустой активности ставить на сторону с другой стороны ну да мы можем влюбить на туз король но вот неприятно получить лицо ну в принципе зато это будет спокойный бэд фолд так здесь она что под бэд хочется заразить ну ладно под бэд мы просто в поле здесь у нас чек дальше летит под бэд здесь вот мне бы хотелось вот так просто сыграть здесь придется откалывать можно у него бэху при пелись королей вот бэд под бэд то есть кол вот здесь как раз таки мне вообще не нравится кол плюс поехал флэш-дроу то есть когда закроется флэш-дроу и у нас закроется стрит это не будет не очень приятно а при этом я не думаю что после второго подбэд у нас есть вот сколько-то флд ведь я сразу выкину играешь много и делаешь более ста долларов рейка в месяц мы предоставляем нашим игрокам топовые рейкбэк сделки во всех популярных покер-румах помимо рейкбэка от нас вы также получите доступ в и айпи клуб нашего сайта с обучающим контентом выдаем бесплатно вспомогательный софт майнинг конвертеры тулзы капшины и лейауты а также пекарь стас поинс который можно потратить на обучение с тренерами или в нашем магазине покер-софта за подробностями о рейкбэк сделках обращайтесь по указанным контактам в скайп или телеграм или по ссылке тройное в пекарь стас точка ком слэш про дилс спасибо что посмотрели данное видео и хорошего вам дня не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк данному видео здесь конца такой вот можно достаточно активно ставить но тут здесь не считаю что какой-то цели добивается им давать поднимем это спокойно сыграть чек то есть король там какой-то велью бет образовывается тут сразу выкину если иначе придется после такого сайдинга очень частый конбет полетит поехала на первом столе м чек разу три четверти буду здесь как раз таки тоже будет кетч без информации абсолютно дама валет очень пограничная рука для того чтобы требовать и думаю дайте нам ну здесь 86 я думаю под колем только тоже нет информации хотя бы в позиции чек можно ставить можно просто это чекать тикер слабенький но при этом может какой-нибудь я купить и дополнительно поехать в дипятерке но здесь уже непосредственно будем атаковать с нашей парой плюс у нас теперь еще дополнительно есть гадшот так ведь и много разу будет заряжаться четвертых так ну это судя по всему регуляр атаковать Тоже у нас какой-то неизвестный. Отметим. Может рек, может не. Тоже с неполным стэком сидеть. Или это МСС Никитус? Прошлый рек, которому мы с десятками проиграли. Тоже интересный оппонентик. Теперь на дело открываемся. Парка, Падам, Пусть против СБ, где, скорее всего, будет большой перекос в Покеты в первую очередь. Ну, понятно, здесь можно, в принципе, целый диапазон, на конвенции тянуть, я поставлю. Сюда в мультиплод я не повезу. Откроемся. Король. Думаю, хорошая карта для того, чтобы нам поставить плотно. Причем, наверное, даже необязательно здесь ставить овербет. Хоть просто 75% кота. Я думаю, мы достаточно много здесь выбьем. Должны выбивать большое количество Покетов. Пусто. Но здесь у нас уже в любых бета нет. То есть, если бы это был какой-то прям стопроцентный рекреационный игрок, возможно бы я бы нашел какую-нибудь одну треть, чтобы королей протащить. Но у нас нет такой информации. Ну, там здесь, в принципе, можно от чека сыграть. То есть, я просто чек-то гонку сыграю. Повезло, повезло. Ну, с даму, я думаю, смысла ставить нет. Был бы ПТ, можно было бы еще на вылет поставить. Но тут мультиплод. Дальше чекаем. И думаю, периодически можно здесь будет плывкетчить. Потому что соперники капнуты сами по себе. Конечно, они там могут стать какие-то просто шедевыхи. Но, в целом, колл будет около нулевой. Плюс мы увидим ШД. Можем написать НОРС, например. У нас соперник получит какую-то информацию. Поэтому я здесь, наверное, все-таки сыграю колл. Какое-то количество блефов там все равно будет. Судя по всему, это у нас слабый оппонент. На мой взгляд, пока что 5 ставить. Да, где-то 40% плода. Мистично. Так, это, походу, какие-то регуляры. Король 10. Это колл. Хороший порт для нас. Что мы здесь будем на value рейзить? Сет троек, валет, дама. Ну, король 10 в любом случае. То есть у нас тут не то, чтобы будет какой-то активный диапазон рейза. Но король 10 хорошо ложится на то, чтобы здесь просто поблефовать. Плюс король дополнительный equity дает. Где-то пятерок я поставлю. Теперь открываемся. Можно сразу ставить. Тоже у нас даже, несмотря на то, что здесь сидит, судя по всему, слабый оппонент, вряд ли у нас будет 3 улицы value. И, маловероятно, кикер тоже такой пограничный. Давайте, ладно, поставим. Можно и через чек сыграть, можно и через бет сыграть. Семерка, спарка. То есть поехала флэш-дро. Я думаю, здесь как раз-таки будет самый правильный вариант просто сыграть чек. И уже дальше мы поставим еще. То есть мы здесь сейчас будем блэкетчить. Естественно, я вряд ли отвалюсь. Только, наверное, если он начнет просто-напросто какие-то аллын ставить в меня тогда, да, так и быть. Я выкину, поверив, его семерку или там фулл хаус. Да, здесь у нас уже прямой value bet. В value bet им какие-то его слабые тузы, которые у него есть, в принципе, в диапазоне чека. Сейчас я чуть-чуть так подкручу. Ну, естественно, это будет бет-фолт. Теоретически там могут быть слаблейные, например, фулл хаусы или там 7х, к примеру. На SBA я не играю колом. Да, неприятно. Неприятно. Теоретически выкидывать, куда деваться. Вряд ли мы здесь увидим блефы. Они маловероятно. Скорее, какой-то реальный слоуплей. Опять же таки, без носов. Наверное, лучше не играть в эту рулетку. Семёрки в диапазоне у него есть. Ладно, не будем ходить за диапазоном. Тоже сейчас на УТГ поменяем стол. Можно, в принципе, сюда стопроцентный конбет ставить. Особенно с флешовой семёркой. Будем ставить конбет. Здесь правилы по тройке будут поляризации. Семёрки уже здесь не ставят. О, пота. Так себе был кетчер. Ничего, кроме блефов я здесь не бью. Абсолютно. А вот стоит ли превращать её здесь в блеф, тоже сомнительное занятие. На мой взгляд, здесь есть руки. Лучше для этого. Ломентарно даже кому-то Х. Поэтому это просто спокойный фолд. Придумываю здесь, не буду. Причём, у меня обычно такая тенденция, что если соперник блефует, особенно в такие закрывшиеся роналты, что-то закрывается, то они используют овербеты, не знаю, 3 четверти и более, но не полпота. Полпота там крайне редко блефуют. Единственное, на такие сайдинги можно всё-таки периодически поблефовать. Потому что есть, конечно, соперники, которые именно используют его для провокации. Но в целом там может быть достаточно активный бетфолд у них. То есть они там ставят какую-нибудь слабую десятку, чтобы подобрать каких-то более слабых шеде. И при этом могут достаточно активно сдаваться на нашу реагрессию. Тоже вроде рек с полным стайком, короб 10, понравится. Так, ну это у нас вроде рек. Тома 3-4. Королём можно поставить, но, в принципе, можно и чекнуть. Грандомайзер открыть. Федерация. Здесь его помещу. Плюс 5. Пистэк. Это любитель, судя по всему. 3-бетфолд. Теперь у нас линейный диапазон 3-бета без всяких этих... 5-5, плюс 4. Плюс короткий. Ну вот здесь вот троечки можно подколить, потому что у нас на СБ есть такой достаточно вкусный оппонент. То есть, как часть стратегии у меня нет, колд-коллов. Но вот в таких вот ситуациях, в принципе, почему бы и нет. И здесь, если сейчас полетит ставка, я думаю, тройки можно сразу выкидывать. То есть, они вряд ли нормально смогут реализоваться. А вот в чек можно поставить для защиты от 4-5. Ну, на рейс, понятное дело, мы сразу выкидываем. Продолжение следует... Так, ну это требует... 3-бет. Там и 10. Много мёртвых денег, плюс достаточно активно будут сдаваться на такое действие. Сайзинг, конечно, но в целом на большом блайнде мы всё равно чуть больше делаем сайз, нежели, например, на СБ, поэтому думаю, плюс-минус адекватно. Когда мы в Олимпе, кто там так зашёл? Так, это у нас регуляр. За двумя столами его вижу. Думаю, можно здесь, ну, тогда сейчас поменять этот столик. Возможно, подкинь что-нибудь интересное. И здесь тоже. Просто... Не просто же так создатели добавили эту кнопку, почти ей можно пользоваться. Думаю, её... Не должны никакие предупреждения мне прилетать. А на запись сидеть просто и каждый раз менять столы на более вкусные не очень удобно. Думаю, и вам этот экшен со столами не понравится, поэтому буду в рамках возможного просто всё-таки менять составы, прибиваясь к тому, чтобы уж не было прям какой-то сплошной регы игры. Вот, откроемся. Ну, тус-8 здесь не очень хочет ставить. То есть, тус-3, тус-5, да. Тус-6 даже, да. Тус-8 такое себе. Несмотря на то, что у нас есть бэкдор. Здесь руки в чек. Без позиции. Активно мы проставлять здесь не можем. У соперников при этом довольно большое количество сутов. По тузу. Отколем. Здесь линейно будем ставить. И, возможно, у нас появится возможность для достаточно большого тазинга. Нет. Это колл. Есть какие-то флеш-кро. Конечно, есть намоболее сильные. Ну, вот здесь, в принципе, не ошибка будет сразу выкинуть. Потому что, как правило, у нас полетит... У нас полетит еще один баррель. Но я подколю и буду блэккетчить его по ревер. То есть, если не готовы часто блэккетчить соперника, то лучше не надо. Чтобы не было такого, чтобы вы сыграли... ...фолд, потом фолд. Здесь я буду его блэккетчить. Чек в такой борт. Я не буду в него атаковать. Это очень сомнительное действие. Как правило, всегда начинаю отлупить, просто не глядя. А тут он сыграл чек. Там диапазон достаточно хорошо. зацепился. Ох, красиво, красиво. Но он уже нам показал, на что он способен. Так, ну что у нас здесь? Надо тогда ставить, наверное, овербет. Так вот, наверное, не до конца проговорил мысль о раздаче стузом. То есть, если у вас есть какая-то информация на соперника, и вы понимаете, что вы просто-напросто не готовы в достаточной мере откалывать его по риверу, и вы понимаете, что по большому количеству рон-аутов вы против именно этого соперника будете сдаваться, то лучше всего тогда сразу накидывать. Вы не потеряете, вы гораздо больше потеряете как раз-таки из-за того, что вы выйдете на ривер и будете просто создавать автопрофит. А если уж вы заходите в этот банк, то постарайтесь по максимуму, так скажем, защищаться. То есть, понятное дело, по каким-то рон-аутам у вас в любом случае будет фолт по рон-аутам, которые очень хорошо подошли диапазону соперника. Но в целом, вот одна из таких вариаций, где можно просто-напросто сэкономить деньги заранее, чтобы потом по риверу не оказаться в ситуации, в которой вы такие, а что мне дальше делать? А как мне быть? То есть, вроде как уже вложил денег в банк, при этом очень часто бывают такие ситуации, что вроде Блепов ему не придумать, и вроде как рука тянется к фолду. Но в таком случае изначально надо было прогнозировать подобную ситуацию и искать ее решение заранее. Смотрите на типа соперника, смотрите на рон-ауты, которые могут выйти потенциально. Какие рон-ауты вам нравятся, какие рон-ауты вам, скорее всего, испортят эту игру. Ну, такие вот какими-то общими вещами. Это все можно вполне себе спрогнозировать и просто-напросто не создавать себе очень сложные и очень минусовые ситуации в перспективе. Так, ну пока у нас экшена нету. Хочу сообщить, что играя в покер-вумах от сайта PekerStats, при отыгрыше более 100 долларов рейка в месяц, вы сможете получить дополнительный рейкбэк на про-сделках. Информацию можете найти на портале PekerStats.com Заходите, не стесняйтесь. Если нет аккаунтов, регистрируйтесь. Дома валет. На такой сайдинг это будет колл. Поставил бы он побольше сайдс, я бы уже мог склоняться к 3б. Чуть чаще делать 3б, потому что мертвых денег в банке становится больше. Ну а так это просто колл. И самый приятный борт. Ну это просто колл на его ставку. Там снэпом я не буду мудрить. Дама. С одной стороны, то есть сразу хочется поставить. Но тут надо подумать, насколько хороша эта дама ему подошла. То есть он в теории может там прочекать король дама, туз даму. Поэтому, наверное, дама валет будет в какой-то такой индифферентности. То есть можете поставить за 1 треть. А можно, в принципе, сыграть чек-кол-чек-кол. То есть здесь обе линии по EV будут, ну недалеко друг от друга уйдут. Ну на меня 55, поэтому давайте поставим. Было бы ниже, я бы ушел в чек. Спокойно бы сыграл чек-кол. Кроль дамы нет, я здесь такой не буду коллировать. Но в целом, как правило, по выходу каких-то оверкарт у нас достаточно активный будет создаваться диапазон чека. Со всем нашим диапазоном. А что-то наш рекреационный игрок уже какой-то и не рекреационный. Справился. А этот пока что не товар. Ну тут там он все равно в 3-бет. В таких позициях, да, как ни крути. А здесь у меня 100% кодбет. Да, кстати, наверное, обратили внимание, что у меня сайзинг в основе 27% вместо 33%. У меня просто все расчеты через него мне удобнее, через него играть. Ни в коем случае не агитирую. Используйте 1-3, используйте. Это, как правило, самый простой выбор для линейного диапазона. И все оверные расчеты, как правило, в этом сайзинге. Туздама, в принципе, можно и блефануть еще разок. Хорошая рука для того, чтобы дальше прожимать его. Только тут вопрос будет в том, стоит ли блефануть DC River. Это очень такой вопрос. То есть, с точки зрения эксплойта, скорее всего, он сейчас уже выкинет большую часть своего диапазона. И то есть, что у него останется из доминации, что он сможет выкинуть. Там, скорее всего, мы будем уже склоняться к тому, по риверу, чтобы играть Value плюс Merge Value с минимальным количеством в лерфах. Туздама показывает 69, показывал, поэтому будем трибетить. Плюс 2. Необязательная рука, но он активно трибетит. А если соперник активно трибетит, то можно чуть сужать диапазон. Здесь сыграют за 1 треть. Трибетит, но это фолд, король 6. То есть, пока нет информации. То есть, теоретически, его можно, наверное, и в лерф 4 бет отправить, но не буду. Низкий борт. В такой борт я играю исключительно за 3 четверти. И в такой борт можно большую часть своего диапазона, в принципе, проставлять. Тем более, у нас Туздама с Backdoor. Я просто не использую такой борт внутри. Но Туздама, на самом-то деле, так, если рассудить, не первый кандидат. Давайте чекнем. То есть, она не первый кандидат для того, чтобы искать, играть за большой сайзик. Но, в принципе, такой борт можно львиную долю всего нашего диапазона отправлять за 3 четверти. Но чек тоже здесь не ошибка, поэтому то, что я чекнул, окей. Так, приходит Туз. Ну, крупный я здесь ставить не буду. Я буду использовать здесь линейность для всего своего диапазона по Тузу. И уже буду в полярность уходить по реверу. Так, на треть. Так, Дама, 9. Обычно открывается, но тоже пограничная рука. Давайте откроемся. Семерка. Бывает Flash. Но, я думаю, мы еще раз можем поставить, чтобы в львбет найти какие-то А иксы. Палет, Туз, 10. Минимум, за одну треть точно можем поставить. Вряд ли он здесь придумает какой-то блеф. Плюс флэш-дроу у него немного. Флэш-дроу у него получается только король-дама. Наверное, даже я поскупился на сайдинг по реверу. Наверное, это больше ошибка. Все-таки можно здесь поставить. То есть, что у него? Король-дама. Там и валет, дай бог. Две комбинации он меня здесь репрезентирует. И вот, придется откалывать. Очень мало у него здесь флэшей, фуллхаусов. Даже получилось немного лучше, чем я ожидал. Но, справедливости ради, так как нет информации на соперника, все-таки я сейчас склоняюсь к тому, что, наверное, сайдинг я подобрал не самый эффективный. Прям, ну, можно было бы, наверное, поплотнее поставить. Плюс и я со своей точки зрения, то есть, и мне довольно сложно будет это изображать. Хотя у меня тоже там есть фуллхудроу. Неоднозначная раздача. Так вот. Сходу. Плюс она редкая. Не каждый день сталкиваешься с такими раздачами. Ну, здесь понятный сквиз с ребятками. Вот. Поэтому не хочется просто вот наврать, да. Наверное, пока что я исполняюсь, потому что там немножко ошибочный сайдинг. Не то, что прям катастрофа-катастрофа, но, возможно, там можно было бы даже спокойно сыграть через чек всего диапазона. Все-таки там у меня пока что сомнения. Так, давайте здесь столик поменяем. Так. Так. И здесь тоже сейчас, наверное, поменять надо стол. Здесь тоже какие-то ниты или ниты, или реги. Вот этот, а нет, он составов бы тоже. Да, пока что это вроде регуляра. Если есть возможность, поменяем. Подкинь что-нибудь интересное. Не очень интересное. Там валет отоплен. Там валет отоплен. нит, не нит. Нес раздачи. Не знаю. Ну, это колл с шестерками, безусловно. И сразу фолд. Субтитры создавал DimaTorzok Если он у меня помечен не то, шестерек можно было бы и открыть, если это прям действительно нит-нит. Но я так на скорую руку на самом-то деле размечал. Так, пока ничего нет, момент. Продолжаем. Т4 открываемся. Плюс 10. Плюс 10. Ну, давайте заколем. Видите. Такое себе. Может он нит какой-то. Так, ну это изолейт. Колд, колд. Вот это вот. Это неприятно. Это здесь сразу фолд. Не эффект ловить против 2х с таким эквити. Ну, пипалый, а чё мне тут ещё делать? Тут ко мне ещё зашли 2 индивида. Давай два раза. Здравствуй. Нормально. Римп. С вальтами. Ну, то есть, если бы активно играл, сразу надо бы, конечно, метку написать на такие, что любит подобного рода руки. Лим колить, лим пушить. Доппер. Ну, как я уже говорил ранее, я не использую такие борды. Полярный диапазон, поэтому буду играть от линейного. Здесь можно просто троечку поставить. Можно чекнуть, можно поставить сухой борт. Это не самый лучший кикер, поэтому, в принципе, чекну. Донг. Донг обычно слабость. В таких ситуациях, как правило, саневай, что он у него там какой-то уус балансированный. Второй не самая лучшая рука, но он бы часть королей поставил, потом сыграл одну треть. Ну, а здесь пол, куда мне деваться? Типа, ну, что мне тут репрезентируют? Стритик лучше, скорее всего, поставили больше. Сложно тут выкинуть король дамы. Прекрасно. Изумительно, замечательно. Почаще так делай. Всё будет хорошо. Так, ну, 6 открытия, безусловно. Король 6 тоже, в принципе, можно открыться. Король, дамы, это 3 бет. 7 с половиной, стандартный 3х. Так, в принципе, это низ диапазона открытия. Борт позволяет мне достаточно активно ставить в такой борт. Поставим. 4 бет, но это hold. ШДВ, при этом какие-то дамы валет разномастные у него в диапазоне кола против котов есть. Да и, в принципе, мне здесь нечего вылюбить с моим королем, поэтому просто шДВ и шДВ и всё. Дальше чека. Не придумываем. Такое себе. Не думаю, что здесь есть смысл оставить. Что мы здесь вылюбить им десятку, двойку, семёрку максимум. При этом ноль раздач. Не знаю, кто это. Так как не знаю, кто это, поэтому я не буду лишний раз деньги вкладывать в банк. Потому что явно здесь не будет какой-то очевидный плюс ЕВ бет с моей второй парой. Хотя, ну, в теории, как-то там можно, конечно, под кого-то найти бет. Особенно, если соперник склонен к тому, чтобы телефонить. Можно поставить прям на value, value betting его overcard. Плюс у нас есть бэкдор. Почему бы и нет. Кроль 8. Можно ставить, можно не ставить. То есть, такая. Проценток 70, наверное, будет ставиться. У нас 24, потом 3. Давайте чекнем. Но, в принципе, здесь не ошибка поставить. Здесь у меня есть какой-то потенциальный. Тоже, опять же таки, да. Плюс сайзинг 2,3. Почему бы и нет. Так. Здесь он капнулся на осьмёрку. Ой, на туза. Можно, в принципе, и в value bet, но чужа. За плотный сайз. Здесь HD. Особо смысла я здесь ставить не вижу. Хотя теоретически на какой-то частоте здесь можно поставить для защиты. Не думаю, что это прям обязательно. Так, ну здесь без позиции. В мультипоте. Ну здесь я спокойно сыграю чек. Ну здесь тоже с пятерками дальше. Чек-чек. Можно, конечно, вот так поставить. Это, в принципе, тоже не ошибка. Просто 25%. Он там должен какие-то иксы отколить. По пота. Ну, опять же таки, мы в бутерброде. Пус 10. Типа, блэккетч, ещё в хедзапе. Ещё 2, куда не шло. Я репрезентирую тузко. Ну, плюс мы ещё блеф какие-то блокируем. Ну, вот здесь попали, да, в короля. Можно, в принципе, активно здесь ставить. Но, так как кикер слабый, то король 2, в принципе, хочет так же активно и почекать. Ходит чек. Естественно, чек-кол. Так, ну здесь можно, то есть, в теории у него есть какие-то тузы, которые он может сейчас проколить. Причём, судя по всему, это нерегулярно. Поэтому мы можем немножко порзануть и попробовать добрать с его АХ звук. Красно. Так, здесь открылся, мы, по-моему, подколили. Отнутри. Донг. Вот здесь вот неприятно. То есть, с одной стороны, донг — это слабость. Я здесь выкину. Донг — это слабость. С другой стороны, после этой ставки нам очень часто прилетит по игру. И вот что с этим делать, непонятно. То есть, если соперник, мне кажется, если соперник прямо действительно агрессивный, то, наверное, лучше вместо кола зарейзить его и создать фолд-эквити. Плюс, как ни крути, гадшот у нас есть. То есть, в принципе, можно с помощью фолд-эквити сделать хорошее ЕВ. Вот играть колом, ну, такое себе. Несмотря на то, что мы в позиции. Поставь он сайзинг поменьше, наверное, да. Ну, там, одна вторая, одна треть, да, безусловно. Это кол, без вопросов. А тут он ставит три четвертых. То есть, скорее всего, он уже нацелен на то, чтобы часто ставить ривер. При этом ривер мы достаточно часто активно не сможем бы в кетч, потому что нам нужны только либо подоезды в даму, либо в валет, голые руки. В кетч вообще никак не смогут. Десятки — это три бет. Ну, семерку поставим, в принципе, на два, на два и два нормально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ТУЗ-2. Откроемся. Опять же, скинг с диапазона ТУЗов. Активно можно здесь ставить с достаточно редким чеком. Плюс тройка нас усилит, пятерка нас, ну, не так усилит, даст дополнительное эквити, и по которым мы сможем дальше блифовать непосредственно. Субтитры создавал DimaTorzok актус валет поехали увидеть здесь будет неприятно карировать я явно не буду и в принципе такой рейковой нагрузки не думаю что теперь здесь как-то нужно активно откалывать на 3б это в теории можно здесь достаточно активность проставлять но другой вопрос чего мы здесь добиваемся то есть что-то мы были бы этим туз валет крайне маловероятно разве что какие-то тузы брифуем тоже вряд ли это поэтому я больше склоняюсь к чеку то есть для ставки на вели у нас есть руки лучше даже за линейный сайзинг даже туз дома например я не вижу пока здесь смысла ставки мультипоте дома 3 выкину уху уху сразу сходу то есть опять же таки да можно сразу принимать что нам сейчас ставят терн и нам ставят ривер и вот вопрос надо нам в это лезть или не надо по-хорошему не надо то есть настолько а вот и на флэш-дро 16 процентов нет то есть или же надо тогда откалывать и достаточно активно было течить соперника но тут также нужно понимать что он такой большой сайзинг ставил в двоих крайне маловероятно что у него там будут какое-то большое количество глефов чтобы мы активно и откалывали тер и откалывали а ривер при этом там полет уже такой себе out по-хорошему туз тоже это не каждый день увидишь в мультипоте пускай в чек ставку три четверти спорно или это решение а спорная но как мне кажется она просто-напросто избавляет от большого количества ошибок которые могут у нас появится отыгрываемый ривер по всем возможным рон аутом совсем с разными исходами туз король можно поставить можно по чекам из чем вроде говорится то чтобы поставить поставим пускай может спокойно ставить для такого добора с каких-то дро для добора с оверкард тех же айкс рук подорных например которые там могут быть более все это такая были рука ага интересно я смотрю ты продолжаешь своими донками но я здесь не буду церемониться достаточно уязвимая рука у меня виде короля то есть не очень приятно увидеть вот это десятку закрытие флэш-дро поэтому я сразу буду резить да да неприятно то есть теоретически там могут быть какие-то там условно туз валет они в диапазоне кола есть но опять он сайтин ставит но я не могу я не могу от этого как бы то есть я не могу выбросить эту руку также такие стонни стрит изображать льдопер скорее всего поставил бы больше этот ну причем он уже мы его ловили на том что он подел какую-то пигню через донки поэтому нет я не могу такой выкинуть так ну и сейчас будем потихоньку с вами заканчивать если не знаю опять же таки давно играл на покерок он считал сразу же уходит на всех столах или же он дожидается есть пока x можно принципе весь диапазон ставить том числе и без бакдора не будет ошибка точно то есть такие барды мы можем активно проставлять линейно поехал гатшот в принципе в дам у нас появляется овербет поэтому с учетом что у нас нет диапазона у нас есть гатшот и мы можем выбить достаточно большое количество рук которые нас доминируют этому есть хорошие действия будут это поставить овербет и у нас есть и тут король который будет ставить овербет и с от семерок с от пятерок и так далее но здесь уже не до влев то есть после овербета как-то придумывать и какие-то до блефов туза ну такой себе будем репрезентировать очень узко хотя скорее всего не отрицаю того что валет 9 вполне себе может дальше до блефовать но мы скорее всего создали в такой борт уже овербол потёрну и просто-напросто особо не с не остается у него рук для того чтобы выкинуть по риверу если бы здесь ставить ол-ин что дорого и такое себе то есть теории можно блефовать но с точки зрения эксплойта против регуляров на мой взгляд но это полностью не самый лучший блеф так как если там блефовать скорее всего зал и здесь у нас три бет с дамой ну и будем предоставить это вот он сразу спасибо покерок раньше хотя бы можно было дождаться большого планета ладно всем большое спасибо за то что посмотрели это был мой первый а покерный вот на канале и кристалл немножко волновался есть какие-то шероховатости надеюсь перспективе в дальнейших своих видео я все эти шероховатости подредактирую и будет еще интересней не забывайте подписывайтесь подписываться на канал оставляйте комментарии очень интересно услышать чтобы вообще в принципе об этом думаете я обязательно это все прочитаю и в конечном итоге в дальнейшем я те свои ошибки постараюсь учесть и исправить на этом все всем удачи за столами пока пока больше покерводов и видео курсов от профессиональных игроков вы найдете в вип-клубе нашего сайта pekarestas.com.vip друзья спасибо за просмотр и хорошего вам дня не забудьте подписаться на канал и поставить лайк данному видео и Продолжение следует...